Здравствуйте, уважаемые ульяновцы и гости нашего региона. Жители Ульяновской области интересуются, как продвигается решение вопроса с достройкой домов для обманутых дольщиков. Что уже сделано в этом отношении и какова ситуация на данный момент? В соцсетях вновь появляются негативные высказывания о том, что региональная власть якобы забыла про обманутых дольщиков и их проблемы. Эта информация не соответствует действительности. Наоборот, появились очень хорошие новости. До конца 2020 года 150 семей участников долевого строительства микрорайона Запад-1 получат ключи от своих долгожданных квартир. Губернатор Сергей Морозов проконтролировал ход строительства проблемных домов. Продолжаем держать на контроле все строительные объекты. Спасибо городской администрации о том, что раскрепили всех за каждым домом. Спасибо девчонкам, что они здесь активны и тоже помогают отслеживать все строительные работы. Значит, с этим нам понятно. Значит, сроки мы не срабываем, поэтому там, где мы отстаем, значит, сроки должны быть награны до конца октября. По словам главы региона, в этом году на решение проблем обманутых дольщиков из регионального бюджета выделено более 250 миллионов рублей. С начала года сдали 6 домов. Ключи от квартир получили почти 1000 человек. Еще два дома номер 37 и номер 46 по улице Камышинской в данный момент находятся на завершающем этапе строительства. Люди смогут заехать в квартиры уже в декабре. До конца октября будет выделено еще 20 миллионов рублей на достройку дома номер 35 в этом микрорайоне. Средства уже заложены в бюджет. Собственники квартир получат ключи летом 2021 года. Сергей Морозов обратил внимание и на благоустройство микрорайона. Глава региона подчеркнул, что необходимо озеленить территорию, поставить баки для раздельного сбора мусора, а также расписать фасады домов. По словам министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константина Алексича, работы на объектах в микрорайоне Запад-1 ведутся в соответствии с графиками. Например, по дому номер 46 есть небольшое отставание, но это будет скорректировано до конца октября. Важной задачей на данном этапе является пуск тепла. Как рассказал руководитель подрядной организации Руслан Любушкин, в настоящее время на домах номер 37 и 46 выполнена разводка газовых и электрических сетей. По его словам, в настоящее время ведутся работы по благоустройству. Во дворе дома номер 37 будут установлены тренажеры и площадка с баскетбольным и футбольным полем. На следующей неделе начнется установка счетчиков и котлов в 46 и 37 домах, а к 15 ноября планируется запустить тепло. До конца октября в этих двух домах должна быть завершена отделка подъездов. Затем начнется работа по отделке квартир. Напомню, благодаря выделению из бюджета Ульяновской области 152 миллионов рублей уже завершено строительство проблемных домов номер 41 и 42 в микрорайоне Волжские кварталы, дома номер 16 в микрорайоне Центральный и домов номер 32, 45 и 31 в микрорайоне Запад-1. Также постепенно решается проблема с домами, застройщики которых признаны банкротами. Федеральный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение о достройке дома номер 97 на улице Красноармейской. Этот объект планируется сдать в 2022 году. Большое количество дольщиков ждут своих квартир в ЖК Молодежной на улице Буинской. В ближайшее время решение по этому дому также будет принято. Документы по объекту уже переданы в Наблюдательный совет Фонда помощи обманутым дольщикам для рассмотрения. Также напомню, что в регионе продолжает работать горячая линия для обманутых дольщиков. Ульяновцы, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, могут обратиться на нее по телефону 41 19 45 и 31 02 52. Звонки принимаются с понедельника по субботу с 8 до 18 00. Итак, Ульяновская область продолжает помогать дольщикам, пострадавшим от действий застройщиков. Региональные власти губернатор Сергей Морозов лично делают все возможное, чтобы участники дольевого строительства как можно быстрее въехали в свои новые квартиры. Сомневаться в этом и распространять негативные недостоверные слухи нет никакого повода. Нужно верить в лучшее. Уважаемые ульяновцы, не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источником информации.